здравствуйте сегодня обзор изомер всех характеристик вот этих вентиляторов от компании inwin sirius pura и sirius ehtreme pura вот такие вот они все беленькие с подсветкой у модели ehtreme pura максимальные обороты полторы тысячи у sirius pura 1800 по потоку они они написано что почти одинаковые да прям на коробочке написано что rgb контроллер приобретается отдельно поэтому покупает такой вентилятор сразу знаете что он у вас подключится либо на один разъем на материнской плате если такой есть rgb 3 пиновый через встроенный контроллер который у вас либо уже есть либо который идет в комплекте с корпусом но бывает такое редко но бывает просто в основном такие вентиляторы их покупают сразу комплектом они по идее продаются комплектом по три штуки и там уже есть контроллер насколько я помню комплекты почему я и показываю вам эти вентиляторы мне они мне о них писали и очень хороший ценник сейчас на них ну и вообще не не обязательно сейчас вообще в днс по моему онлайн-рейде они стоят от двух до двух трехста рублей и просто по фотографиям которые мне присылали и по картинке мне вентиляторы очень понравились замерять их по старинке будем анимометром шумомером и тахометром обороты на всякий случай а запитывать будем через регулировочный блок питания так винтики самореза вот такие в комплекте у него у этого я думаю также резинки которые вам придется клеить самим и сам вентилятор вот в таком вот красивом матовым белом пакетике но пластик пластик дубоватый достаточно на ощупь и крутанув вентилятор у меня никаких подозрений к нему нету эта модель serious pure сейчас посмотрим extreme pure кстати да не сказал здесь очень длинная провода провода и их можно сделать все все в одну цепочку что я считаю плюс потому что есть те же например айди кулинг у них просто два разъема это 4 пин и 3 пин и все ищите контроллер или хаб где хотите здесь же можно запитать не знаю например сразу 6 вертушек через один 3 пиновый разъем на материнской плате даже без контроллера точно такой же комплект резиночки самореза пластик точно такой же и вот эти вот прорези они в по центру они тут декоративные если здесь они прямо сквозные вот у этой модели и тут они просто декоративную все теперь подключаем и тестируем первую я подключил модель serious pure напряжение 5 вольт на 5 вольтах она почти не не дует сразу вплотную померяем 1 и 2 метров в секунду делаем 12 вольт замеряем на расстоянии 15 сантиметров вот по руке чувствую что какой-то поток он странный что ли снизу он здесь будет больше вот смотрите 16 максимальный был вот здесь до поток поднимаю немножко 1211 1009 то вообще нету опять опускаю 1614 окей давать вплотную вплотную 3 1 какого-то характерно выраженного шума я не слышал но и как видите по шумомеру его тоже нету на 12 вольтах 1891 оборот это даже больше чем заявлено следующая модель к extreme pure проверяем на расстояние 15 сантиметров 1 и 5 но тут также снизу больше чем выше даже вот 18 было там как будто поток он закручивается и вот в этой точке снизу на 15 сантиметров у обоих вентиляторов поток сильнее тогда меряем вплотную а вот и вплотную он уже заметно больше 39 вот даже он показывает интересно так и какие обороты при этом у нас 1547 и что у нас получается моделька serious extreme pure у которой вентиляторы вентиляторы у которой лопасти формы air balance она будет поинтересней модели serious pure и выбирая между этой и этой я бы выбрал вот эту вот эту она будет интересней как как в качестве установки на радиатор так и в качестве корпусного как минимум потому что у нее у этой вертушки скорость оборотов количество оборотов меньше и в теории она должна прожить больше потому что сам этот подшипник скольжение он ну он недолговечен недолговечный и как мне кажется вот эта модель проживет дольше этой но не знаю как по факту я думаю что много кто пользуется такими вентиляторами и напишите сколько вообще живут эти вентиляторы просто кто-то пишет что они живут спокойно три года кто-то пишет что они там начали шуметь через месяц вот вы можете написать и мы просто посмотрим статистику 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 жизнеспособности этих вентиляторов теперь только остается посмотреть подсветку мне все-таки по форме почему-то больше нравятся вот эти круглые serious pure но выбирая либо это либо это я бы выбрал это вот запустил я их через контроллер это минимальная это минимальный уровень яркости это максимальный подсветка у них с двух сторон и можно посмотреть как у них смотрятся разные режимы есть еще модель инвин serious loop asl 120 в черном варианте так вот это то же самое что и сериус луп это вертушка все характеристики один в один форму лопастей ну только название у них разное асп 120 получается и asl 120 не знаю в чем их различия но с виду только в цвете пластика правда еще вот у черный тут написано что 4 pin pvm только ну якобы только один провод а у белый как бы вот и 4 pin и 3 pin еще может быть такое что у вас не будет разъема 3 pin который за rgb отвечает синхронизацию на материнской плате в таком случае вы просто покупаете любой контроллер на который вам хватает денег либо заказываете самый простой из китая который будет стоить порядка там 300 рублей и к счастью эти так как эти вентиляторы можно все подключить запитать параллельно цепочкой и просто подключить один rgb разъем вам можно обойтись одним этим контроллером но если я найду то ссылку оставлю на этот контроллер я его не раз уже использовал и сам заказывал все спасибо что смотрели обнял и пока следующий обзор на лайве будет вот с этим корпусом это инвин 305 а кастом будет вот с таким корпусом думаю вы уже знаете что это за корпус вот еще деталька потому что можно мы но свежая вот вот в вот это Продолжение следует...